Очень интересный, очень полезный сюжет, но полезного сегодня будет очень много в эфире, и раз мы с Сашей находимся по этой стороне, значит, в нашей студии появился гость, которого я уже готова представить. Сегодня к нам заглянула в 7.30 утра Валентина Фёдорова, начальник отдела искусств и учебных заведений управления культурой и культурного наследия администрации города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Как оно началось? Доброе утро. Ну, это потрясающе. Вы, наверное, потому что спешили к нам на эфир? Очень спешили, конечно. Ну, как ваше настроение? Уже чувствуется предновогодняя суета? И вообще, есть ли какой-то новогодний такой? Конечно, чувствуется. Я думаю, что не только мы чувствуем, наверное, все горожане чувствуют, что уже скоро-скоро будет Новый год. У вас есть планы? Я первый спросил. Ну, хорошо, ладно, я тебе посыпаю. У вас есть планы, как лично вы собираетесь встречать Новый год? Конечно, со всеми симферопольцами вместе. И что же ожидается? Ну, в этом году, в принципе, наверное, как и всегда, Новый год – самый долгожданный праздник, и поэтому в городе Симферополь организовано большое количество мероприятий. Будет и концертные программы, и развлекательные программы, и анимационные программы для детей и маленьких. Ну, и елка – самое главное. Старт мероприятий будет открыт 19 декабря на Центральной главной площади. Будет открыта елка. В 12 часов начнется программа, которая подготовлена Крымской Симферопольской епархией совместно с городом. Это будет выставка ярмарка и концерт. Где-то с 16 часов на площади будет для маленьких симферопольцев организована анимационная программа «Веселые каникулы». Далее концертная программа, театрализованное представление, где встретятся на одной сцене, на главной, и Дед Мороз, и Святой Николай. Потому что это день, день Святого Николая Чудотворца. Ну, и будут выступать, конечно же, замечательные крымские группы. И это будет 19-го. 19-го? Ну, в театрализации, безусловно. Как же без нее? Снегурочка тоже будет. Главное, что была Снегурочка и Дед Мороз. Если нету, то мы с Сашей готовы. Я вот только хотел предложить вам в роли Снегурочки. Я-то на Деда Мороза не сгожусь, наверное, в рост там не вышел. А вот Тоня, чем вам не Снегурочка? Ну, вполне можно. Возможно, такой вариант, что 31-го в ночь мы Антонину ждем на центральной площади города Симферополя. А вы знаете, может быть, мне это будет полезно. Может быть, это будет полезно. Вот я хотела у вас спросить. Я приехала из Тюмени, и в Тюмени очень снежная зима, и, конечно же, Новый год тоже без снега. Но для меня воспринимается крайне сложно. Расскажите для меня и вообще, в принципе, для тех жителей, которые, наверное, относятся тоже к таким же, как и я, тяжело восприимчивым к Новому году без снега, как создать это новогоднее настроение? Ну, я даже не знаю. Мне кажется, само название, что это Новый год, это уже дает импульс к тому, что это будет праздник. Предновогодняя суета, подарки, запах мандарин – это, наверное, самое то, что ощущает любой человек, который готовится к наступлению нового, грядущего года. – Скажите, а вот у вас сегодня жакет очень красивый, такой вот зигзаг. Это вот символ ёлочки, это вы ёлочку символизируете? – Ну, да. – Отлично. И даже блестит, как настоящая новогодняя ёлка. – Ну, как ёлка. – Очень красиво. – Спасибо большое. – Ну, вот действительно, Новый год – это всегда небольшой праздник. Точнее, большой праздник. Вот лично у вас есть какие-то традиции в вашей семье? Как его праздновать, чтобы он прошёл хорошо? – Вы понимаете, традиции, наверное, есть в любой семье. Лично в моей семье, конечно же, мы собираемся по возможности вместе. Но уже несколько лет подряд у нас, поскольку я работаю в культуре, у нас все мероприятия проходят 31-го на главной площади. И, естественно, мы коллективом отмечаем и работаем на площади вот каждый год, 31-го декабря. Поэтому это, наверное, уже традиции. – А расскажите, пожалуйста, может быть, сейчас готовятся или уже где-то установлены какие-то яркие фотозоны? – Да, город уже готовится к этому, устанавливается иллюминация, устанавливается главная ёлка столицы, которая будет открыта 19-го числа. Устанавливаются домики, где будут проходить ярмарочные мероприятия. – А где будут вот эти самые яркие точки? Куда отправляться жителям? – Главное – площадь Ленина. – Все мероприятия, да, там организуется, вот именно там самое большое мероприятие. – Давайте еще сделаем такой небольшой дайджест для тех, кто невнимательный. Значит, начнется все 19-го числа. А по фиозам станет мероприятие 31-го числа. – Ну вот, наверное, да. Просто после 31-го праздник не заканчивается, будет еще новогодние каникулы, и там же на площади будут мероприятия проходить. То есть с 21-го по 5-е января площадь будет полностью работать на жителей, гостей Симферополя и столицы. – То есть беспрерывный праздник? – Ну, я думаю, что да. Потому что выходные дни, начиная с 4-х часов, анимационные программы, концертные программы на главной площади и на главной сцене столицы будут меняться коллективы, будут творческие коллективы, самодеятельность, будут профессиональные артисты выступать. То есть как бы, я думаю, что должно быть интересно. – Вы знаете, на таких больших мероприятиях очень часто устраивают некоторые мастер-классы для детей, для взрослых. Может быть, что-то будет интересное? – Будет интересно. Это вот будет тогда, когда будет проходить, допустим, 19-го числа выставка-ярмарка благотворительная. Кроме этого, вот эта анимационная программа, она подразумевает собой, естественно, что-то показывает детям. Кроме того, у нас будут там фотозоны, где любой человек, который любит фотографироваться, обязательно себя вот снимет там, где он захочет. Также 19-го числа начнет работать почта Деда Мороза. Это такой домик необычный, где вы можете подойти, спокойно написать своей маме открыточку, настоящую открыточку, которую сделана руками детей, отправить ей в тюмень, получить. Это очень приятно. – Слава богу, что мама находится немножечко ближе. Мама, привет, буду писать тебе письма. – И открыточку посылать. – И открыточку. – Вы анонсировали масштабное мероприятие. Насколько тяжело было это все организовать? Какие усилия для этого потребовались? – Ну, творческий коллектив, все сплоченные люди, все хотят сделать праздник. Я думаю, что это работа. Это работа, которая приносит удовольствие. – Для вас праздник – это работа? – Да. – А для тебя? – Для меня. Я так растерялась, не знаю, смотрит нас сейчас начальство или нет. Хочется, конечно же, и получать удовольствие, и отдыхать. Но, в принципе, когда ты в своем коллективе, это уже вторая твоя семья, поэтому Новый год – семейный праздник. Нужно его отмечать и в кругу своей семьи, и в кругу коллег. – Валентина Владимировна, к сожалению, время истекает. Я прошу вас совсем кратко, буквально двумя предложениями, еще раз анонсировать все, чтобы жители уже знали, куда идти. – Ну, 19-го, я уже сказала, ждем на площади Ленина. С 21-го по 5-е января мы также встречаемся на площади Ленина 16 часов и где-то до 20-ти. 31-го числа мы ждем горожан. С 22-х часов будет поздравление первых лиц администрации, муниципального образования, городской округ Симферополь, республики. Естественно, будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович поздравлять нас. И под куранты небо Симферополя будет развенчано красивым праздничным фейерверком. Ну, а потом, конечно, развлекательная программа, дискотека новогодняя. И так, пока мы не устанем праздновать. Потом с 5-го числа опять же концертные программы мы ждем на площади Ленина. И 7-го в 12 часов это уже традиционное открытие рождественского вертепа. Там же, на площади Ленина. – Потрясающие новости, но нам, к сожалению, придется заканчивать. Я напоминаю, в гостях у нас была Валентина Федорова, начальника отдела искусств и учебных заведений управления культурой и культурного наследия администрации города Симферополя. Я думаю, что всю информацию полезную можно будет найти еще и в интернете, прочитать. Обновляется она ежедневно. Главное – заходить на правильные сайты. Это будут официальные, наверное, города Симферополя. Ну а что еще можно найти в интернете, знают наши корреспонденты.